Зерновой бета-глюкан широко изучался для оценки его влияния на реакцию глюкозы в крови после приема пищи. В исследовании, проведенном с участием испытуемых с диабетом 2 типа и без него, еда с нативным волокном клетчатой стенки из овсяных отрубей и экстрактом овсяной камеди, снижала постпрандиальный уровень глюкозы в крови по сравнению с мукой из пшеничной муки. В другом исследовании, мета-анализе, проведенном с использованием 4 статей, посвященных в общей сложности 350 субъектам, была обнаружена связь между потреблением овсяного бета-глюкана и снижением уровня глюкозы в плазме. Потребление арабина-ксилана также было связано со значительным снижением постпрандиальной реакции глюкозы. Было обнаружено, что растворимый арабиноксилан снижает скорость процесса поражения желудка, тем самым уменьшая всасывание глюкозы. Уровни глюкозы в плазме измеряли после приема обогащенного арабина-ксиланом и контрольного белого хлеба в исследовании с участием людей. Постпрандиальные концентрации глюкозы, наблюдаемые после приема пищи обогащенной арабина-ксиланом, были значительно ниже, чем у тех, кто ел контрольную пищу. Эффект увеличения вязкости при помощи арабина-ксилана оказывает благотворное влияние на гликемию и инсульномию, то есть наличие высокой концентрации инсулина в крови. Поскольку арабина-ксилан является основным компонентом фракции пищевых волокон во многих злаках, считается, что употребление любого типа цельного зерна злаков раскрывает пользу для здоровья, связанную с арабиной-ксиланом.